здравствуйте ребята вы на канале маячок а я грибок лесовичок сегодня дорогие мои маленькие друзья я хочу вас позвать в нашу волшебную лесную школу но для того чтобы туда попасть надо произнести магическое заклинание произносите вместе со мной пеники пеники метелки партизии ой ребята что-то ничего не получилось произносите вместе вот ребята мы с вами оказались в нашей лесной школе сегодня я хочу вам рассказать русскую народную сказку а вот какую догадайтесь сами возле леса на опушке трое их живет в избушке там три стула и три кружки одна девочка ушла из дома в лес в лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой да не нашла а пришла в лесу к домику дверь была отворена она посмотрела в дверь видит в домике никого не нету и вошла в домике этом жили три медведя один медведь был отец звали его михаил иванович он был большой и лохматый другой была медведица она была поменьше звали ее настасья петровна третий был маленький медвежонок и звали его мишутка медведей не было дома они ушли гулять по лесу в домике было две комнаты одна столовая другая спальня девочка вошла в столовую и увидела на столе три чашки с похлебкой первая чашка очень большая была михаила ивановичева вторая чашка поменьше была анастасия петровнина третья синенькая чашечка была мишуткина после каждой чашки лежала ложка большая средняя и маленькая девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки потом взяла маленькую ложечку и похлебала из синенькой чашечки и мишуткина похлебка ей показалось лучше всех девочка захотела сесть и видит у стола три стула один большой михаила ивановичев другой поменьше настасьи петровнин и третий маленький с синенькой подушечкой мишутки она полезла на большой стул и упала потом села на средний стул на нем было неловко потом села на маленький стульчик и засмеялась так было хорошо она взяла синенькую чашечку на колени и стала есть поела всю похлебку и стала качаться на стуле стульчик проломился и она упала на пол она встала подняла стульчик и пошла в другую горницу там стояли три кровати одна большая михайлы и ваннычева другая средняя настасья петровнина третья маленькая мишенькина девочка легла большую ей было слишком просторно легла в среднюю было слишком высоко легла в маленькую кроватка пришлась и как раз в пору и она заснула а медведи пришли домой голодные и захотели обедать большой медведь взял свою чашку взглянул и заревел страшным голосом кто хлебал в моей чашке настасья петровна посмотрела свою чашку и зарычал не так громко кто хлебал моей чашки ами шутка увидел свою пустую чашечку и запищал тонким голосом михайло иваныч взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места настасья петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места не шутка взглянул на свой сломанный стульчик и пропищал медведи пришли в другую горницу кто ложился в мою постель и смел ее заревел михайло иваныч страшным голосом зарычала настасья петровна не так громко а мишенька поставил скамеечку полез на свою кроватку и запищал тонким голосом и вдруг он увидел девочку и завязал так как будто его режут он хотел ее укусить девочка открыла глаза увидела медведей и бросилась к окну окно было открыто она выскочила в окно и убежала и медведи не догнали не я она выскочила в окно и убежала кошм η мусе у нас есть у меня Субтитры сделал DimaTorzok